ну что всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня здороваться с вами буду два раза и вот этот смартфон мы сейчас будем топить напоминаю что из всех смартфонов что я топил за последние шесть лет с айпи 68 у меня утонул только iphone 14 про восстановлен и samsung galaxy z flip 5 не восстановлю стандартно разблокируем данное устройство не забываем подписаться на канал включаем режим видео и включаем лучше 4к 60fps чтобы он чуть-чуть прогревался после этого врубаем съемку и опускаем его в воду в принципе обзор готов все тесты были проведены до утопления поэтому если какая-то будет лютая печаль во всяком случае посмотрите как со светом работает вот как то он снимает подводные съемки конечно эти смартфоны не предназначены все продумано так чтобы просто попав под дождь не опечалились но в целом молодец пока флип у меня погиб потом потом у меня в личной телеге спросите выжил он или нет всем привет вы на канале пользы нет меня зовут саня здесь только подробные обзоры с человеческим лицом и долгие стримы и сегодня я расскажу вам о смартфоне который вы видели и так на заставке который называется viva айку 12 про насколько он хорош все его качества включая 144 герц экраны динамическая герцовка бешеное количество аудио кодеков великолепные данные в играх snapdragon ген 3 восьмерочка который выбивает больше двух миллионов тысяч двух миллионов баллов в antutu очень классные камеры которая с удовольствием сравнил с айфоном 15 самым убогим смартфоном в линейке от айфонов я конечно мог бы сделать сравнение с сяоми 14 прону согласитесь китайский смартфон сравнивать с китайским смартфоном как минимум глупо при том что это дело максимально хайповая я понимаю что 14 про это круто но он не конкурент айку почему потому что здесь есть 7 и 20 band и русский язык из коробки в отличие от сяоми 14 про который нужно перепрошивать и помимо этого google сервисы сразу на борту вы устанавливаете play market и у вас супер мега крутой топовый флагман который снимает просто супер но относительно android устройств поэтому в принципе все флагманские смартфоны от андроида я сравниваю с яблоком хотя для канала было бы лучше и для того чтобы вы лучше относились к блогеру сравнивать его с братьями по цеху чтобы все было плюс-минус одинаково но мы как говорится нищим легких путей этот смартфон не имеет прямых граней то есть у нас чуть-чуть водопад здесь разумеется металлическая рамка 120 ватт на я зарядка которая заряжает его на сто процентов за 29 минут помимо этого он заряжается на 50 процентов за 12 минут беспроводная зарядка реверсивная зарядка все максимально по фэн-шую смотрим распаковка поставляется данный смартфон в стандартной упаковке для айку выглядит она презентабельно пакинг хороший в комплекте мы имеем краткое руководство ключ для извлечения слота сам смартфон защитной пленкой при том олеофобка у него просто волшебная силиконовый чехол блок питания с китайской вилкой на 120 ватт и кабель для зарядки с тайп си на тайп си слот прорезиненный на 2 наносим карты габариты устройства 164 на 75 на 9 миллиметров а вес 205 граммов напоминаю что в китайских версиях смартфонов и sim я не встречал и скорее всего их и не бывает розыгрыш и море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно помимо этого я пытаюсь разыграть iphone 15 если набьем 5000 лайков на ролик по ссылке в описании я думаю мы справимся потому что 3300 лайков уже набили подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели поставляется айку 12 про в черной белой и красной расцветки дизайн смартфона интересные но лично как по мне квадратный блок камер сильно закругленными краями не так солидно выглядит здесь на вкус и цвет все фломастеры разные в красной расцветки тыльная часть текстурные из искусственной кожи в черной расцветки тыльная часть из матового стекла в белой тыльная часть выполнена из глянцевого стекла плюс белая расцветка это коллапс бмв мне понравился больше черный плюс он еще и дешевле был рамка выполнена из алюминия сборка хорошая как и материалы защита от пыли и влаги есть стандарт айпи 68 что очень хорошо начале ролика вы могли наблюдать как смартфон справился с подводной видеосъемкой в отличие от айфона 14 про который у меня тонул и в отличие от samsung galaxy z 5 flip который у меня уже тоже тонул а fold 5 кстати не утонул после теста мне не нравится что здесь таксишник не совсем по центру и какое-то исполнение нижней части довольно странно я бы сказал неаккуратно грани закругленные в руке смартфон лежит удобно это не полноценный водопад но все-таки водопад одной рукой пользоваться смартфоном можно но рука должна быть довольно крупная на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си окей версии 20 и это фейл потому что допустим те же сяоми ты уже копирует яблоко и ставят от 3 версии и выше и это удобно особенно когда скидываешь видео файлы далее есть микрофон и ик-порт а вот миниджека не завезли как и в прошлой модели пользуемся все переходниками по звуку нам предоставили два основных динамика один разговорный верхних динамик звучит слегка тише чем нижние но вообще прям слегка то есть нет ощущения полуторки звучание хорошая настройках разумеется есть раздел с настройками звука к примеру можно включить звук высокого разрешения или пользоваться хай фай режимом и аудио эффектами но кастом на эквалайзера в стоке я не нашел по кодекам все хорошо на борту есть стандартный набор bluetooth кодеков даже не стандартная бы сказала расширенные по этой причине тоже покупают этот смарт потому что все возможные кодеки он поддерживает bluetooth чип установлен версии 5.4 последний вибромотор тактильно приятный ближе к топам настроить силу вибрации можно как и тактильный отклик а также из 4d вибрация которую можно настроить в играх но она работает только в некоторых играх в основном китайской направленности то есть вряд ли вы будете пользоваться здесь самое интересное смартфон оснащен нереально крутым amoled есть им дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей 2к экран закругленными краями рамки симметричные и не громадные дырка под фронталку довольно большая световой охват сто процентов 10 и p3 плотность пикселей с космическим запасом 517 пипя и что очень круто и смысла в большей плотности нет как читалку смартфон использовать просто с радостью и комфортом можно максимальная яркость 1600 нет пиковая яркость hdr 3000 нет хотя по факту он выдает чуть чуть больше чем пока f5 про в обычной максимальной яркости 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 экрана достаточно в солнечный день можно пользоваться смартфоном без проблем частота обновления экрана максимум 144 герцов динамический режим также на борту в настройках можно включить высокую частоту обновления экрана для отдельного приложения что удобно но допустим в папке это дело не работает тест на частоту дискретизации касания выдал не лучший результат но и неплохой частота регулировки шима 1440 герц не самая крутая но все равно показатели шима довольно низкие полноценный always on display в наличии все видите на экране разблокировать экран можно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев внедренного в экран распознавание лица стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев расположен на удобном месте работает он отлично и довольно быстро зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя за что огромный плюс от меня распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом внести биометрические данные можно только одного лица процессор установлен здесь последний qualcomm snapdragon 8 ген 3 хотя по мне учитывая тесты не самая лучшая реализация ну и в 14 про тоже не все волшебно с техпроцессом здесь 4 нанометра 8 ядрами все как у всех максимальная частота 3,3 гигагерца графический процессор adreno 750 плюс установлен чип g1 отвечающий за более плавную отрисовку кадров интерполяцию разрешения опять же не во всех играх система охлаждения с испарительной камерой площадью 5705 миллиметров квадратных интерфейс origin oeste на базе андроида 14 версии оперативная память lpddr5x только на 16 гигабайт и не пишите мне про последнюю оперативку это тоже хороша внутренняя память ufs40 на выбор 256 512 гигабайт и 1 терабайт имеется поддержка вай-фай 7 серии поддержка 5g сетей 4g сетей и ниже поддержки и sim повторяюсь нет будет в глобал к смарт я думаю будет поддержка и sim для 4g в отличие от 14 pro здесь есть и 7 20 band связь со смартфон ловит отлично притом везде звучание во время разговора хорошая gps ловит моментально проблем с датчиком приближения не встречал запись разговора на борту и без уведомления собеседника начале записи как практически во всех смартфонах с китайскими прошивками nfc поддерживается на данный момент можно устанавливать мир пэй спокойно оплачивать покупки в отличие от пиксель 8 и пиксель 8 pro gps тест городских условиях показывает точность стандартную до трех метров работает очень быстро емкость аккумулятора 5100 миллиампер часов писемарк он отказался у меня проходить в принципе как и почти все смартфоны биби киевская тусовка но из интересного за ночь 9 часов он в режиме ожидания потратил всего один процент заряда в играх он поедает с одновременным стримингом на твиче только 23 процента от 0 до 50 процентов он заряжается своей 120 ваттной зарядкой за 12 минут и от 0 до сотки за 29 минут за один час просмотра видео на ютюбе по вай фай на 100 процентах яркости мне улетает среднем 4 процента заряда и разумеется здесь есть быстрая зарядка на 120 ватт беспроводная зарядка до 50 ватт и реверсивная зарядку он тоже поддерживает то есть все по полной программе все очень круто запись стрима где я гонял его в твиче на автономности на то что он не сбрасывал яркость в игре в течение часа можете посмотреть на лайв канале минус в том что 90 fps он не держал в папке и это серьезный такой минус плюс слегка грелся также на лайв канале есть 15 минутное видео без клеек теста основной камеры этого смартфона когда о нем рассказываю все что помню делюсь с вами ощущениями и вы видите как в движении в различных условиях обстановки эта камера отрабатывает здесь разумеется будут тоже море примеров но если вас интересует какой то смарт лучше ознакомиться со всеми делами тем более вы за это платите камеры я думаю это минимум половина стоимости всегда ну и плюс подобных роликах больше особенностей перейдем же к тестам тротлинг тест проходит он плохо все видите на экране в гикбенче шестом что мультикоре и синглкоре показывает тоже видите 3d марки это не худшая стабильность для этого процессора но и не лучше в общем все плюс минус как у всех средняя температура по больнице в antutu выбивает 2 миллиона попугаев storage тест показал отличные 161 тысячу и стресс-тест прошел он не лучшим образом в принципе как опять же все кто реализовали этот процессор в своих девайсах сейчас будут еще пилить и пилить придем же камерам основной блок камер тыльной части состоит из трех сенсоров и двойной лиц вспышки основной сенсором не вижу на в 50 аж на 50 мегапикселей с опто стабом апертуры 17 сверх ширик samsung s5 каджи n1 и 50 мегапикселей с углом обзоров 119 градусов апертурой 2 и 0 и телефото сенсор с перископом ум не вижу на в 64 на 64 мегапикселя с апертурой 257 фокусным расстоянием 70 миллиметров и оптической стабилизации запись видео доступна максимум 8к 30 fps также 4к 60 fps в наличии ниже но 4к 120 fps так и не появилась есть несколько режимов стабилизации видео оптический цифровой зум hdr съемка режимы микрофильмов и так далее фронтальный сенсор находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе максимальное разрешение для съемки видео у него такой же 1080p 30 fps короткий пример вы сейчас увидите попытки уничтожить смартфон при том его у меня без чехла чтобы был микро получше iphone всегда в чекле потому что он мне нужен новая покупать не планирую пятнашка мне нужно ближайший год чтобы сравнивать вот таким вот образом с андроид плакманами есть у меня ощущение что кстати iphone 15 чуть-чуть подтормаживает наверное надо проверить обновление может быть уже пришло но это его не оправдывает вот так вы сможете снимать с двух рук с основного модуля на iphone 15 и найку 12 про при том повторяю что айку 12 скорее всего по всяком случае характеристикам вроде бы с теми же модулями камер и еще немаловажный момент стоит он значительно дешевле на него тоже будет обзор найку 12 пропал обзор уже на канале на лайве с тестом в ответе и все обзор одним кадром обзор одним кадром это когда я в этих же условиях ходил только с ним и казалось что все волшебнее что я могу сказать контраст выкручивает айку прям конкретно если по поводу экспозиции можно еще поспорить кому-то что-то не нравится цветами и с контрастом здесь приятная беда почему приятная потому что большинству наверно пользователей данного смартфона это все будет в радость очень очень напоминает мне плавы вски плавы вску съемку года так три назад я не скажу что она была плохая меня она полностью устраивала и возможно то что сейчас они снимают мне кажется даже каком-то смысле менее близким но более натуральным база это конечно натуральность вот так вы сможете продолжать съем уже более-менее спокойных условиях и напоминаю насчет примеров если вы досмотрели до этого момента значит она вам надо если она вам надо то это полезно если это полезно нажимаем лайк чтобы продолжал эти каком-то смысле странные банкета со сравнением с айфоном 15 что мне как вы понимаете абсолютно не выгодно решение совсем красивый вид напоминаю на яблоки можно ультраширик включать так все обрадовались по прошлому сравнению что iphone тормозит и есть ощущение лагов ну зря почему потому что яблоко снимала в 4к 30 fps я сделал это не специально но зато вы увидели очуменную разницу почему то что если вы видите примеры опять же на каких-нибудь каналах и у вас есть ощущение фризов то фризы как раз дело было в чем то что я сейчас здесь могу очень легко растянуться но не это важно важно то что 4к 60 fps это вещь 30 fps когда вы видите вы уже увидели что даже яблоко с 30 fps выглядит довольно удручающе несмотря на все дифферамбы которые ему пою все очень сильно зависит от разрешения разумеется не только от лагал от алгоритмов и процессора вот так вы сможете снимать уже полноценном сравнении если говорить про съемку ну айку конечно насыщение делает конкретную очень сочные цвета получаются только не натуральные они конечно сочные но не настолько хочется натуральности почему потому что все это не натуральность потом нужно покрасить как тебе нравится хотя я покраска опять же не занимаюсь но не раз встречал людей которые говорят что я вот снимаю чтобы потом красить ну хорошо каждому свое у каждого как говорится свой путь но у техна блогера путь простой не показать как ты можешь покрасить а показать как это устройство может снимать в различных условиях обстановки а вот посмотрите кстати интересно с этим объектом насколько хорошо справляется айку прямо вообще вот она вот он пробел в алгоритмов у яблока да какой-то простой объектик вот вполне возможно кстати что после того как я сгружу на компьютер на яблоке тоже будет выглядеть хорошо потому что у него еще идет разумеется после пост обработка после того как он записывает то есть то что я вижу это еще не то что видите вы разумеется там потом еще будет рендеринг ютуба рендеринг проекта но вот так немного фронталки почему потому что вполне возможно вам будет достаточно и качество с айку возможно вообще вам фронталка не нужна и не важно но в тысячный раз она может быть важно тому кто будет у вас потом покупать этот смартфон айку не особо популярный бренд по мне снимает он хорошо но разумеется 30 fps 60 не сравнятся тем более 4 мяка хватит 4к 60 fps 2 смартфона iphone 15 против айку 12 про и почему не айку 12 мне тоже идет потому что его долго не высылали после того как его купил вот так вы сможете без дополнительного освещения различные фигуру фигурки снимать и по большому счету разница здесь минимально скажем прямо но по мне лучшего iphone отрабатывает автофокус хотя все как говорится относительно плюс вполне возможно вам микро айфоновской не нравится как большинству ну айфону можно переходить на ультраширик в айку это делать нельзя фронталка 1080p 30 fps айку 12 про и 4к 60 fps у яблоко по ощущениям нет смысла его вообще сравнивать но надо чтобы вы понимали за что вы платите потому что стоимость близко 4к 60 fps два ультраширика ночь съемка с получается iphone и 15 и айку 12 он и вот так вы сможете снимать с этих двух устройств ночью при съемке с ветром пусть даже яблоко вытягивает как говорится больше но по большому счету от этого не тепло не холодно так как шулово здесь по морю с одной стороны с другой стороны лучше когда хоть что-то видно правда теперь основной модуль 4к 60 fps также айфон 15 против айку 12 про разница космос сами все видите даже в 60 fps яблоко вытягивает прямо море деталей зато на айку все это красиво выглядит до бишь участки и все шахмат так но это x3 на айфоне и телевик на айку 12 про если я не ошибаюсь на полум не ошибаюсь вот так вы сможете снимать в 3x на что способа найку ну здесь он конечно уделывает делаю это делаю даже ну что начнем самое интересное слева у нас будет айку 12 про в принципе на всех с ним на всех примерах и справа у нас айфон 15 и сошка здесь 32 апертура 1 и 2 на айфоне на айку апертура 2 и 6 и 167 если говорить про цвет то цвета лучше передал здесь у нас айку по детализации лайку разумеется просто рвет по полной программе айфон на этой фотографии и в принципе здесь сравнивать нечего достаточно посмотреть вот так у яблоко шумов просто космос вот он вечер недостаток освещения айку просто шикарно справился и вот сейчас легким галопом по европам почему потому что смотрите фотографии дел несколько это не самая удачная у айфона но все равно если даже посмотреть на эту фотографию я специально выбрал неудачную и в режиме портрета вы увидите что футболка выглядит лучше цвет лица он правильнее и деталей по мне даже в размытом состоянии может соперничать по деталям с айку и вот он ночной режим и даже в районе ночном режиме с айку апертура 17 и со 4700 айфон апертура 16 и со 1600 по мне айку однозначно кстати не так и сильно выигрывают если брать детали то поприятнее наверное картинка на айку но здесь видите ореол такой непонятный я бы выбрал все таки правил правую фотографию хотя вроде бы на левой поприятнее водичка но яблоко по мне справилась лучше с этой странные сложены ночной фотографии еще одно ночное фото я хочу отметить смотрите какой момент то есть ночью нас айку 12 про основной модуль апертура 17 яблоко с апертурой 16 выдает фотографии просто что один смартфон что другой по мне классный но если брать по деталям деталей намного больше у айку разумеется в тысячный раз хочу отметить особенно в обзоре если вас так интересует фотография заходите в мою телегу и смотрите исходники на ваших мониторах у кого-то они откалиброваны у кого-то не откалиброваны у каждого свои цели и задачи примеров фоток лайку просто море для сравнения сами можете посмотреть кому что понравится но здесь все очень близко и мне нравится этот у другой снимок безапелляционную просто ну и еще одно маленькое сравнение смотрим насколько хорошо один и второй смартфон справились ближе яблоко лайку рисует цвета очень колоритно контраст волшебный но это не все нереально то есть очень хорошая художественные точки зрения по мне фотография приятная глазу намного приятнее чем вот это вот серая печальная у яблока интереснее намного айку она и по деталям можно еще поспорить кто здесь кстати выигрывает сейчас мы посмотрим если посмотреть что у нас здесь то я бы отдал предпочтение наверное яблоко по ощущениям однозначно айку лидер по реализации реалистичности однозначно выигрывает яблоко облачка и там и там неплохо но вот здесь вот эту желтизну чуть-чуть яблоко передала айку решила все сделать синеньким приятненьким 4к 60fps первая съемка на ультра ширик нельзя приходить с 12 про и вот так еще усиление голоса можно включать 4к 60fps основной модуль и вот так вы сможете ночью снимать на айку 12 про какая-то подфризивание какие-то были 4к 60fps выглядит очень аппетитно уберите от экранов как говорится всех кто за зошу и за вегетарианство 4к 60fps до меня только дошло что здесь втыкают в эту штуку с деньгами и надо молиться все кто хочет молимся 1080p 30fps в фронталке вот я увидел где у сяоми 14 лучше вот она последняя локация 4к 60fps очень походит кстати на наверное многие религии довольно flexible хотя здесь опять же все зависит от храма и от праздника не всегда можно очень просто попасть и без соблюдения каких-то ритуалов так дальнейшую миссию нужно вот так поджигать как сработает с огнем 6x5 пока меня не прибили за телефон и вот так поджигаются свеча или от свечи хотя у нас запрещено вот так эта штука выглядит когда вы пытаетесь соблюдать случаются какие-то местные традиции в целом плывет пока не утонуло для мне кажется по логике и утонуть 4к 60fps еще немного клубнички и хочу отметить очень интересно когда все-таки производители вместо 8к 24fps которые в принципе можно пускать под кроп но тоже специфическая штука будут добавлять 4к 120fps в стоке потому что ну мне кажется это следующий уровень уже надо им постараться 4к 60fps но ультрашире к сожалению не перейти сходу то есть только увеличивать и то посмотрите они приходят на телевик вот здесь он отрабатывает ну-ка да придом как-то телевик рядом с основным модулем ультра ширик 4к 60fps здесь скорее всего максимум будет x2 смотрим до x полтора вообще с ультра ширика достигнут максимальный масштаб лифт 4к 60fps и очень странно снимают необычно не могу сказать пока хорошо или плохо но у меня такое ощущение что он не рисует лицо большинству было бы это наверное приятно но у меня здесь нет кстати сейчас этот секунд выступил усиление голоса у меня здесь нет никакого никакой маски ну что вы уже знаете что на твиче я гонял это тайку 12 pro и принудительно ставил 120 fps в папке но он не смог так же как xiaomi 14 я не знаю мне кажется что это проблема процессора на 7 14 уже четыре или пять обновлений мне прилетело по поводу айкушки я пока наверно не могу ничего не сказать почему потому что слишком все близко и весь ролик это было говорить последний месяц то же самое потому что полгода да они сделали мощи больше 2 миллиона вместо полутора процесс на что это дает я на к не понял потому что в камере поздно повторяюсь 1080p 102 4к 120 fps не появилась лучше футблогинга может быть только футблогинга вот так если вы будете жарить картошку с грибами примерно будет выглядеть ваши действия на этот смартфон без кстати дополнительного освещения то сейчас я включу для интереса вытяжку сейчас освещение много и по-моему очень хорошо по мне снимают вообще такие объекты уже практически все хорошо снимают цвета я вам скажу 95 процентов соответствует каких-то моментах даже на стол вот здесь он осветляет чуть-чуть потому что свет отражается учу шикарность такие объекты а вот без сравнения с яблоком прилично такая фронталка да за родину шаттера вроде бы я основная камера 4к 60 fps без всяких сравнений в чехле смартфон вот так отрабатывают его микрофона в лифте так отрабатывает его камеру сейчас включу допустим для интереса усиление голоса таким образом будет отрабатывать ревибрации по идее оно должно гасить никак не могу привыкнуть к этому модулю можете написать цыганщины минусы это старый порт тайп си плохая фронтальная камера то есть 1080p 30 fps ни в какие ворота прям не лезет согласитесь нет поддержки и sim для меня минус то что здесь еще и водопад но и на этом в принципе большие минусы заканчиваются цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему лично телеграм-канал по ссылкам в описании этот смарт я покупал на али пока он не шел пока пришел пришел было много обновлений еще айку 12 я заказал при том в количестве двух штук один все-таки выслали уже на таможне а второй только сегодня выслали представляете то есть на них ажиотаж был больше почему потому что модули те же самые smart фактически такой же только дешевле и резюмировать я бы хотел как всегда долго и мучительно но я думаю те кто меня смотрят привыкли а те кто не смотрят если досмотрели до этого момента мое мнение вам важно так вот мое мнение простое айку 12 не айку 12 про почему потому что смотрите ценник совсем разный но начинка плюс минус одинаковая да здесь нереально крутой экран то есть как читалку его использовать нож можно больше пяти сотен ppi помимо этого 144 герца экрана это тоже очень круто но где вы будете это использовать спойлер нигде встроенного эквалайзера нет тача на 10 пальцев почему-то нет и где это используется в играх при шести пальцах кто играет шестью пальцами либо если вы допустим занимаетесь музыка экран довольно большой чтобы допустим пользоваться синтезатором для примера помимо этого какие здесь еще минусы процессор троттлит при том больше чем допустим у тех же сяомишек и это более заметно если говорить о его внешнем виде мне не нравится вот эта окантовка для меня это чуть-чуть цыганщина многим людям это нравится если говорить о недостатках продолжать смотрите чем лучше самсунге ты можешь переключаться в стоковой камере с основного модуля на фронталку раз чем лучше сяоми несмотря на то что здесь нет бендов 7 и 20 и здесь нет русского языка в стоке тем что здесь на фронтал 4к 60fps да они не суперского качества но здесь 1080p 30fps и это шаг назад в 4к 60fps на ультра ширик перейти нельзя в отличие от того же вот это вот супер убогого 15 яблоко у которого 60 герц экраны хочется от этого выбросить его на не могу потому что я сравниваю и буду еще сравнивать ближайший год все супер мега флагманы опять же на бумаге по съемке самым убогим айфоном как бы это не звучало мне смартфон безумно понравился понимаю тех кто в комментариях мне написали что я его купил его будет сложно продать но мне наплевать когда нить я его продам за 25000 либо кому-то подарю из куплю следующий айку я понимаю этих людей айку всегда классные посмотрите мой канал посмотрите youtube я первый из русскоязычных блогеров в числе первых как минимум из тех кто больше ста тысяч подписчиков стал покупать эти айкушки я покупал их тройки я покупал их девятки десятки я покупал флагманы еле продавал их на авито сейчас кстати намного прочих продавать потому что о них больше знают но все равно это не такой же бренд как тот же samsung или сяоми их покупают меньше хотя в сумме если вы посчитаете весь биби кирилл миа по one plus айку вива то получится что они как будто и лидеры всего рынка мобильных технологий в целом смарт топовый покупаю все что только есть вот пришло мне с али распаковал протестировал попытаюсь продать в моей личной телеге узнаете насколько эффективно но я думаю эффективно айку 12 купил в двух экземплярах один из них уже на таможне 2 вышлют только сегодня или уже выслали полу выслали девайсу от меня повторяюсь однозначно и да понимаю всех кто покупает айку ни одного устройства от а тайку плохих я не встречал забытность блогера я блогер уже шесть лет добра и удачи вам дорогие друзья